Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя диета Огородника. Как я уже говорила несколько дней назад, вот строгую диету на капусте я выдержала, и теперь, чтобы сильно резко не понижался мой вес, эту неделю я буду кушать свободно все, что я вырастила на огороде, я буду употреблять. Я сейчас вам покажу, и во время приготовления этого блюда я как раз покажу, как выглядят изнутри, в серединке, те томаты, которые хранились месяц-полтора. Вот сегодня я буду делать запеченные томаты в духовке, но так как томатов мне нужно не очень много на один раз, это будет у меня основное блюдо, буду, короче, вот капусту я меняю то перцем, то томатами, у меня будет также основное блюдо рыба, курица и говядина, а вместо капусты я буду один прием пищи делать перец, другой прием пищи запеченные томаты. Вот как раз морхотскую кисть и казанову, о которых я прежде говорила, я разрезала, и хочу показать вам сердцевину. Вот я морхотскую кистью хвалила, смотрите, какая она, хочу, чтобы видно было, чтобы яркость была хорошая, какая она крупенчатая, у нее вот это вот, даже вот эти стеночки, вот, видите у нас, они все-все, какая-то мякоть такая, как арбузная, вот такая, я попробовала на вкус, очень вкусная, она не теряет своих качеств вообще, я не думаю, что мне попалось всего две помидорки таких вкусных, но именно сладкие, ароматные, но и видно, что в середине она хорошая, конечно, я сейчас другие покажу, но, к сожалению, я уже хмели-сунели маленько присыпала, конечно, в середине вот это вот светлое место остается, но это светлое место мы покупаем и летом в магазине такие же томаты, вероятно, они тоже у них срываются в зеленом виде, и везутся очень долго, и спеют в пути. Я на вкус попробовала, она мягкая, и такая же вкусная, ароматная, нет вот этого пучка плотного, так что вот морхотская кисть, она идеальна после хранения, вкус вообще не потеряла, я вам показывала, какая она красивая, но она еще и вкусная, вот вторая ее половинка, и вся мякоть вот такая вот, именно вот эти вот крупиночки, крупиночки, очень приятная на вкус. Казанова на вкус похуже оказался, но это потому, что это вот у меня полноценные плоды, а казанова, именно остатки малыши, которые были зеленые, у них тоже в средине вот эта вот белая такая вот часть идет, но она мягкая, и на вкус она такая же, но томаты кислые, невкусные, не очень вкусные, и никакого сравнения с летними томатами уже у них нет, но я списываю это на то, что это вот последние, самые маленькие, потому что вы видели, летом я показывала, какой у меня был казанова, вот так вот, под 300 грамм, ну а это вот малыши, которые на самом-на самом верху висели, но хочу вам заметить, что для приготовления вот таких вот, например, запеченных томатов, для приготовления различных подлив, делать вот если лечо, если я сейчас захочу сделать лечо, я порежу перец, порежу эти томаты, у меня будет свежайшее лечо, которое без хранения можно употреблять сразу, хоть куда вот эти томаты после хранения длительного идут, главное, что они сохранились, что все хорошо, но я отошла от блюда, блюда, запеченные томаты я вам показывала уже летом, но почему я не ем летние, вот эти вяленые, запеченные, у меня летние есть, я вам сейчас покажу, но летние, которые для длительного хранения, мы же заливаем маслом растительным, а так как я сейчас на диете, у меня вот это блюдо сильно маслянистое, вообще противопоказано, тут много соли, много масла, сохранились они хорошо, вот хранятся уже третий месяц, если не три, у меня есть, я закручивала и под железную крышку, и в холодильнике просто хранятся, но из-за масла я не могу их употреблять, потому что масло для сохранности я налила, и это будем мы, ну такое блюдо маслянистое, вот мне, например, можно там по праздникам или там раз в неделю, а для ежедневного употребления я буду делать запеченные томаты в свежем виде, я вот сейчас запеку, сейчас их и употреблю, все. Чем отличаются рецепты, которые, ой, сейчас подождите, быстро, да у меня пропущенный звонок, чем отличаются рецепты, тем, что я здесь не солю, а просто хмели-сунели, и тем, что ни масла никакого вообще не смазываю, ничего, все это постненькое, чтобы лист не простаивал, одновременно кладу и перец, кладу и свеклу, кладу и яблоки, это десерт с капелькой меда, любительница острого и чеснок, и лук, все кладу, сейчас все запеку, это будет у меня гарнир к мясу или к рыбе. Все, до свидания.